29 июля с часу до пяти на автодороге в районе перекрестка Комарова строителей перекроют движение любого автотранспорта. Продолжаем выпуск. В прошлой программе мы рассказывали вам о проблеме жителей 43-го дома по улице Лозо. Испорченное дорожное покрытие и, как результат, огромная лужа. Есть ли надежда на то, что в скором времени ситуация изменится, узнавала Вера Фефилова. Очень глубоко и можно провалиться. Роман Карапетян, житель дома 43 по улице Лозо, демонстрирует глубину лужи. Вода стоит здесь с весны до осени. Делится парень. Неудобства очевидны. Иногда во дворе появляются мини-гейзеры. Жители предполагают, виной тому непрочищенные колодцы. Если долго дождь идет, пока она вся просочится, наверное, забиты здесь колодцы. Их просто не видно. А кто их будет чистить? Тут же лужа. Кто полезет? Водители берегут свои машины. Неизвестно, что скрывает вода, поясняют автолюбители. Паркуются прямо на пешеходной дорожке. Транспорт мешает проходу. Когда я сюда вселился, это яма была. Вот это вот. И до сих пор ее никак не уберут. Люди спасаются редкими участками суши. Есть и другой путь. За домом. Здесь несколько лет назад территорию перевели в порядок. Татьяна Карабанова вспоминает старый двор. Не было вообще асфальта. Был упрессованный такой шлак. Во время дождя, весны или осени все жители нашего второго корпуса ходили по уши в грязи. Обратились напрямую к депутату. На тот момент у нас был Сергей Максимович Селютин. Началось благоустройство. Положили асфальт. Сделали даже детскую площадку. Но за домом картина иная. Дворовый пруд. Любят птицы. Регулярно в воде играют дети. Так продолжается уже несколько лет. Более 10 лет у нас длится эта проблема с этой огромной лужей. Как видите, пришел в негодность весь этот асфальт уже давно. Годы 4. Боремся с этим негодованием. По информации Управления развития жилищно-коммунального комплекса, первые обращения по неудовлетворительному состоянию придомовой территории специалисты зарегистрировали в 2013 году. Работа по благоустройству данного двора заключалась. Проект планов работ в предыдущие годы, но из-за недостаточности средств в работу не принимались. Миниозера дома по улице Лозо отсыпят. Это временная мера. На следующий год в проект перечни расходов по объектам учреждения намечено внести работы по устройству ливневой канализации и работы по капитальному ремонту территорий данного и соседних домов, а также района детского сада «Красная шапочка». Напомнили жителям и о их обязанностях погасить долги. На 1 августа 2017 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 2 миллиона 450 тысяч рублей. Вера Фефилова, Александр Ерошкин, Михаил Чиганов, Новости Плюс.